Что такое линейность, матрица, что такое ступенчатая ритм матрицы, система линейных уравнений, что такое векторное пространство, базис и размерность. Сейчас я расскажу совсем простые вещи. Большинство школьников сталкиваются с этим в классе пятом, шестом, седьмом, когда учатся решать уравнение. Уравнение первой степени. Вот беремоковую систему. Я, честно словно, не выбирал числа. Вот коэффициенты, скажем, 3 плюс 4, x минус 2, x минус 3z это 8, 2x плюс 7, x минус 3z это 1. Если вы спросите школьника, как это решать, то он скажет вам, наверное, следующее. Вот возьмем уравнение, например, вот это. И какой-нибудь элемент, например, случились остальные. Скажем, x это 8 плюс y минус 3z. После этого мы отставим. Это называется метод последовательного исключения неизвестных. Чем этот метод? Замечательно. Тем, что за один шаг мы одну из неизвестных уничтожаем. То есть сводим задачу к такой же, но с меньшим числом неизвестных. Только вот, можно ли при этом как-то определять, какую именно из неизвестных через остальные мои выражения? Ну, школьники сказали так. Где коэффициент попроще, где удобнее, там надо. То есть вот, если бы мы с первого уравнения выражали x, пришлось выделить нато. А если бы мы с первого уравнения будем выражать z, то ему придется. Вот, и наоблядь, наоборот, также есть когда метод Гаусса, последовательного исключения неизвестных. Ну, мне нужно странно, конечно, Гауссу такое дело приписывать, потому что Гаусс был великий ученый уже девятнадцатого века. И, поверьте, математику знал гораздо-гораздо лучше. И у него есть достижения гораздо более важные. Но, с другой стороны, понимаете, это штуфа элементарная. Как решать уравнение первостей? Потом, конечно, в школе проходит квадратное уравнение, но и больше всего всего. То есть, конечно, есть всякие, там, технологические, логарифмические, сводящиеся и так далее, но так вот, все-таки, настоящим просто, но умеем решать линейным. Где еще раз возникает линейность? Вот смотрите, когда у нас есть такая функция, вот в график, то в окрестности точки функция хорошо приближается к касательным. И вообще, идея касательных, это идея, что мы умеем проводить прямую, которая почти так же идет, как график по функции. Ну, я, конечно, не буду сейчас рассказывать ровным гостинтематическим анализом. Исняется, что вот эта вот идея, что можно посмотреть на, так сказать, вот направление, угловые перескороны касательно, это, так называемое, производное. Но, оказывается, что очень многое это дает. И во многом весь математический анализ, это наука о том, как пользоваться разного рода приближениями. Ну, конечно, образы начинают приближать не только вот так вот функцию из одной переменной, но и какие-то более сложные вещи делать. Но, тем не менее, идея линейности очень важна. В физике, когда пишут все эти уравнения, то эти дифференциальные уравнения очень часто для того, чтобы решить приближали линейными. В общем, все, ритма на это закончена. Реплиминные уравнения решать полезны надо. И повторяю, метод последовательного исключения неизвестного. Давайте что-нибудь исключим. Например, исключим х при помощи вот этого уравнения. Х это у минус з плюс 8. Прекрасно. Теперь надо вот подставить сюда. Это будет 3у минус 3з плюс 24 плюс 4у минус 5 равно 2. Разумеется, теперь имеет смысл привести подобное, то есть написать 7у. Дальше минус 4з равняется минус 23. Точно так же можно подставить в это, а вот я и буду делать. Господа, смотрите, что в этот момент происходит у школьника. Он в этом смысле от красивой вот этой вот системы, выписанной карте форекс военная, переходит под к таким числением. Ну, если не затруднется, то молодец, все решит, получит систему из двух ранений. Кстати, давайте-ка мы это сделали. Вот я бы хотел бы лениться, но не буду лениться. Давайте уж, как в Мари, 2, 2, 2, 3. Ладно, тут лучше по счастью сделать плюс 16, плюс 7у минус 3з, это одна единица, да? То есть 9у минус 5з равняется минус 11. Вот одно упражнение, вот второе упражнение. Получилась система из двух упражнений. Ну, теперь из одного из них выражаем, вот второе упражнение, вот второе упражнение. И на него снова все получится. Так вот, господин, оказывается, есть замечательная идея матрицы. Она позволяет вот не так переписывать, да, вот когда у меня получается такой-то текст, а она позволяет все время работать с такого типа проживания. Смотрите, во-первых, необязательно везде писать х. Можно договориться, что вот эта система, означая в точности то же самое, что вот эта. Вот это в точности, то есть все, что надо запомнить, это правило. Строка на столбец. То есть, если у вас есть строчка из чисел и столбец такой же время, то надо взять каждое число отсюда, множить на каждое число отсюда и сложить. И вот получится так выражение. Вот это называется матричное обозначение. Чем оно удобно? Оно удобно тем, что вообще-то имена для неизвестных не так важны. Написать x, y, z, или написать а, d, c, или там, не знаю, у, р, с, или что-нибудь еще, это же не так важно. Как называть неизвестные? Важны коэффициенты. И вот четко здесь есть такая матрица, и еще один столбец. Все вместе, вот такая матрица и вот этот столбец называется расширенная матрица. Когда умножают строчкам столбец, надо не каждый элемент строчки на каждый элемент столбца, а первый элемент столбца на первый элемент столбца. Конечно, конечно, конечно. Ты из четырех не умножаю. Длинный. Да-да-да. Надо идти по строчкам и спускаться по столбцу. Конечно. Давайте посмотрим, как получить те же самые два уравнения, оставаясь, так сказать, внутри из их матрица. Делается это очень просто. Берем. И вот эту строчку с коэффициентом 3 вычитаем из вот этой. Смотрите, что тогда будет делать. Из трех из вычитаешь 3х, получается 1. Неинтересно. Из четырех у вычитаешь, смотрите, вычитаешь с минусом, то есть надо прибавлять, получаешь 7 у. Из минус з вычитаешь 3з, получаешь минус 4з. Из двойки вычитаешь 3 раза, возьмем, получаешь минус 22. Ребята, оказывается, вот это вот слово про замену, это было в точности то, что мы вот это вот уравнение с коэффициентом 3 учим отсюда. Проверьте, что если вот это уравнение с коэффициентом 2 учесть отсюда, то у нас получится минус минус 2 2 и 7 – это 9, 2 вычитаем из минус 3, получается минус 5, и 2 раза вычитаем 8 единиц, получается минус 15. Поэтому не нужны нам никакие слова про замену неизвестные. Нет, это пожалуйста, можно продолжать произносить и иногда так даже понятнее для себя, что-то неизвестное выразили. Но по сути есть операции над строчками. И эти операции над строчками приводят нас после того, как мы вот эту вот строчку вычитали 3 раза из верхней и 2 раза из нижней и к такой матрице, я ее перепишу, я ее перепишу, матрица такая, 0, 1, 0, я не убираю скалдец и цов, хотя касалось бы много и умер, но не убираю. 7, минус 4, здесь у нас будет тот же самый скалдец, если перецвет, минус 22, 8, минус 15, вот, теперь здесь у нас что будет? 1, минус 1, 1, и там 0, 9, минус 5. Так вот, для того, чтобы получилась более естественная штука, давайте договоримся, что уравнения можно не только вычитать с каким-то коэффициентом в одном и в другом, но и можно переставлять потому, что написать уравнение одно, потом другое, или сначала второе, потом первое, то же. Поэтому мы можем взять, например, вот эти 3 строчки переставить на стороне. и матрица тогда стала такой 1, минус 1, 1, 0, 7, минус 4, 0, 9, минус 5. 1, ну и расширенная. Еще раз, очень часто потом уже не пишут этот столбец, потому что в конце концов какая разница поцелу, неинтересно. Так, я здесь забыл менять. Надо написать 8, минус 22, и минус 15. Например, Винбергер расширенную матрицу пишет ли так? Пишет сначала матрицу, саму матрицу, после этого вертикальную черту, и после этого столбец. Ну конечно, здесь есть значение, после экономии, после экономии, несколько, конечно. Так, прекрасно. Господа, надеюсь, что все понимаете, что нам дальше осталось проработать не с матрицей, а с такой матрицей. Да, еще. Никто не требует, чтобы обязательное количество неизвестных равнялось бы количеству уравнений. Вообще-то, вполне могла быть такая система х равной равнинницы, 2х равняется 2, 3х равняется 1. Это замечательная система уравнений, и у нее, между прочим, есть единственное решение х равной равнинницы. Пожалуйста. Кстати, как это записывается в матричном виде? Столбец 1,2,3 умножить на х равно столбцу 1,2,3 1,2,3 столбец умножить на на х на столбец из 1,2,3 понятно, да? То есть, выглядит как 1,1, но вообще-то это столбец из одного числа. Прекрасно. 1,2,3 и это 1,1,2,3 то есть, матричное обеточение такое вполне позволяет. Прекрасно. Ну вот дальше что мы делаем? Дальше мы берем, ну, например, делим на 7, тогда будет коэффициент 1 или можно опять-таки тоже поставить, а вычистить ведь нижний с коэффициентом 9 седьмых и тогда вот здесь это 0, ну здесь никакое это число, здесь никакое и вот это называется ступенчатый вид матрицы. Правда, наверное, перед тем, как подробно говорить про этот самый ступенчатый вид, мне стоит отъяснить про реферное пространство, про размерность и поэтому давайте так, давайте пока просто запомним, что любую матрицу естественным и очень преобразованием. Вот это я еще раз повторю. Вот когда есть производная система, мы посмотрите, что делаем. Мы берем какую-нибудь минуту или нет. Вот я обшиваю на большая система. Да, мы столбец двух детских и равняется чем-то мы берем где-нибудь негативный элемент и при помощи умножения для третьих числа превращаем все элементы в этот столбец в нули. Все то есть пересчитывается. Дальше для эстетического вида мы перетаскиваем вот этот столбец в крайнее левое положение и после этого понятие что делается для этого меняются места неизвестные надо поменять столбец никому неизвестно это поменять. Вот эта звездочка приходит сюда потом эту строчку меняем с верхней и в результате звездочка приходит сюда и мы получаем замечательную вещь матрицов которые здесь у нас гули ну а дальше все сделав так несколько раз мы можем добиться такой штуки что у нас получается так называемый пенч вот это число неналевое потом у нас опять неналевое число потом опять какое-то неналевое число а здесь начиная снять место может быть такого не останется правда сейчас меня бы обязательно преподаватели линейной ангелой поймали и сказали бы мне следующее запомните переставлять столбцы для приведения к ступенчикам не надо в нашей науке в начале мы разрешаем только следующее прибавление в любой строке другой помноженное на предвольное число перестановка двух строчек и умножение строки на число отличное и дальше дальше нужно говорить так ведущим элементом ненулевой строки называем ее первой слева ненулевой элемент матрицу называем ступенчики если номера ведущих элементов ее ненулевых строк образуют строка возрастающую последовательность нулевые строки если они есть стоят в самом низу строки давайте объясняться мы запретили себе переставлять столбцы дело в том, что ты разрешаешь себе переставлять столбцы то все становится совсем просто если подряд догадали ненули и вот здесь в какой-то момент получается столб ненули на самом деле и здесь более того в принципе можно зачистить вверх то есть над этим тоже дело на нули так что получается такое совсем интуитивно понятное но учителя говорят что можно пока не переномить 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 и делать следующий шок вот это может лапаться и есть какая-нибудь нулевая точка вообще все числа нули то нулевая взять и поставить саму внизу после этого в каждой строке найти в каждой строке найти не нулевое число самое самое левое ненули из них взять самые левое Самый левый и самый левый. И вот эту строчку поставить на первое место. Ну, то есть поменять ее с той, что было на первое место. Тогда происходит следующее. Тогда у нас вот это вот самое левое число, а вот левее не может. И дальше делаем такую вещь. С нужными коэффициентами вот это вот вычитаем. И здесь становятся все две. Но это как-то пересчитается, я не знаю, какие они. До этого, в принципе, какие-то нули могут идти. Вот, отлично. И мы не добились того, что вот здесь может быть несколько нулей. Здесь вот нули. Здесь какие-то числа. И, конечно, с оставшейся матрицы делаем то же самое. То есть, опять же, если нули выставки есть, то и все мы не запускаем. И выбираем самые левые и нули выставки. И ставим и так далее. И в результате матрица действительно приобретает ступенчатый вид. То есть, вот она такая. И тогда под этими самыми ступеньками у нас обязательно идут нули. и так далее. Ну и, в принципе, да. Может быть, вот так. Кто-то не видит. Замечательно. Теперь вопрос. В каком случае система будет иметь решение? А в каком случае не будет иметь решение? А вот в каком? Если после всех этих преобразований. И, в каком случае, мы все это сделаем неизвестно. Просто здесь все решим. И видите, какие эти числа. Вот если здесь будет хотя бы одно ненулевое число, то все. У системы над ними нет решения. Значит, смотреть надо только на ситуацию, когда здесь все нули. А вот если здесь все нули, то какие бы ни были вот эти числа, решение будет. Почему? Потому что давайте вот будем вычислять вот эти вот неизвестные, те, кто соответствует, да, которые в этих ползал. И понимая простую вещь, вот неизвестную, которая, во-моему, больше, чем эта, это, океани, как будто же неизвестные, которые просят, которые были бы ArcC slowly Host 2, которая более известная. То есть в те, кто живет на м aggregate и неизвестные и неизвестные вы считают serait in себя. Белый бы океан, который бы на финансах remaining 870. И целый бы неизвестная, я обожаюigh себя на м Cruise Company выставить в этой najwię problème. Это количество неизвестных, которые мы выражали через остальные, это в точности количество вот этих минулимых строчек. Столько здесь строк, столько будет переменных, которые выражены через остальные. А все остальные переменные слабые. Ну, в принципе, конечно, можно было как-то по-другому приводить в матрицу. И, в принципе, список свободных переменных, он не является жестко определенным. Ну, типичный пример такой. Берем уравнение х плюс у равно х. Можно считать у свободные переменные. И тогда х это 2 минус х. А можно считать х свободные переменные. Тогда х это 2 минус х. Но, в любом случае, у нас одна свободная переменная. И вот это количество называется ранг системы ленинговых. Или, говорят, строчечный ранг. На самом деле, потом выяснится, что столбцовый и строчечный ранг – одно и то же, но очень строчечный. Потому что мы тебе разрешали только преобразование над строками. Вот. И важнейшая, важнейшая, важнейшая вот переменовка. Если вы смотрите на такую матрицу без правых частей, у вас получается какой-то ранг. Так вот. Когда вы возьмете вместе с правыми частями это, так сказать, расширенная матрица, у вас здесь после операции должны получиться нули, и с рангом должен получиться тот же самый. Чуть-чуть потом я еще объясню, что такое векторное пространство, и этот самый ранг будет просто размерностью пространства векторов, которые лезут строками этой самой нашей матрицы. И тогда будет понятнее. И ранг будет просто размерностью некоторого векторного пространства. Но сейчас надо вот так вот запомнить. И условие разрешимости системы элеменных равней – это совпадение ранга матрицы этой системы с рангой расширенной матрицы. Это называется теорема Кроникера-Копелли. или необходимое и недостаточное условие разрешимости системы элеменных уравнений. Система элеменных уравнений имеет решение не тогда и только тогда, когда строчечный ранг системы к неразжиме, например, матрицы из рифтенов, строчечный ранг системы равен строчечному рангу расширенной матрицы, то есть вместе с этой свободной матрицы. Вот эти вот неизвестные выражаются через остальные, их самым главными, а все остальные зовут свободными. В общем, смотрите, ребята, как и в жизни. Ведь что такое главные? Это тот, кто над другим. Другие имеют свободу, принимают любые значения, а главные – это однозначно выражается через их поведение. Так, мы довольно много уже сделали. Теперь давайте перейдем к тому, что такое векторное пространство, и что такое базис и размерность векторного пространства. Так. Так.